Маша, ну вы как человек из цеха, который все знает, ну похвалите Карена, скажите, что он сделал, вот из ваших это прозвучит. Ну а что ей хвалить, она актриса, она не должна думать. Нет, во-первых, он сорвал меня с языка, потому что действительно разрухой, даже я помню, разруха была, а сейчас, конечно, приходишь на Мосфильм, ну это, огромная работа была проделана, хозяйственная, великий хозяйственник оказался, хороший режиссер и великий хозяйственник. Памятники Шукшину поставил, потому что там памятник Шукшину поставил. Чья была идея Василию Макаровичу памятник развести на территории? Моя. Почему? Ну мне вообще хотелось на территории Мосфильма как-то, чтобы были следы выдающихся советских и российских кинорежиссеров. У нас, кстати, фрески есть сейчас, там на стенах сделали огромные, там и Тарковский, и Меньшов, и Донаевский, и Езенштейн, и вот памятник Шукшину, и памятник Бондарчуку есть. Ну то есть мне казалось, что надо вообще, чтобы студия была еще, в ней не просто производственная такая мощная кинофабрика, но чтобы в ней был вот элемент вот этот вот, как бы. Я как-то понимаю... Потом к нам же, Женя, к нам же, у нас же огромный поток экскурсий. Огромный. Конечно. Огромный просто. Экскурсии как раз про трубы не знают, а памятники видят. Ну да. В этом году, кстати, ведь юбилей, не только юбилей у Масфильма, 100-летний, но и юбилей 50 лет Калини Красной. Давайте отрывок взглянем из этой работы, из этого шедевра, я бы сказал. Ну вот и бухгалтер наш. Здравствуйте. Садись, Георгий. Ну садись, садись. Благодарю вас. Вы позволите рядышком? Вот. И никакой он вовсе не разбонит с большой дороги. А попал по... Ну как, Георгий. По недоразумению. Случайно. И сколько сейчас дают за недоразумение? Пять. Мало. Раньше больше давали. А по какому же такому недоразумению загудел-то, милок? Начальство воровало, а он списывал. Ну, допросили. А теперь покормить надо. Человек с дороги. Так. Я пойду баню посмотрю. Егор. Хотя, ладно. Мам, покормить надо. Вот, конечно, это вот магия кино, что вот 50 лет снято, смотрится в который раз. Красивая мама у вас, понятно, в кого дочь. Так похоже. Похоже. Просто удивительно. Имя папы очень, слава богу, живет. И творчество живет, да. А вашего папу мы страна будем помнить всегда, не только потому, что в этом году. 95 ведь, да, мне кажется. Да, и 50 лет тоже со дня смерти. Ну да, потому что это, да. С года смерти, да. Там, 74-й год, 50 лет, как его не стало. И Калина Красная тоже 25 марта вышла на эфир. Ну, собственно, в прокат вышел фильм. И стал просто лидером проката в 74-м году. Тоже не бывал успеха. Случайно появился. Он не запланированный был фильм. Там папа вообще работал на студии Горького. И успел-то на Масфильм поработать всего последние полтора года перед смертью. И он вообще-то всегда мечтал снять картину о Степане Разине. Вот это была его мечта. Не давали, так сказать, комиссии там такие государственные были, сценарные, редакционные. Ну, не давали, потому что слишком много там сцен таких натуралистических, жестоких, расправы с врагами. В Шукшинском сценарии Разин был представлен, выписан как образ русского народа, сильного русского народа. Такой герой его очень, так сказать, занимал, и он очень хотел его снять. Но не давали. Потом в итоге, значит, он написал роман. Сначала был сценарий. 67-й год, это сценарий он написал. Потом роман «Я пришел дать вам волю». После этого романа все-таки Госкомитет Совета Министров СССР по кинематографии выделил 4,5 миллиона на эту картину. Но вот коллеги, маститые тоже режиссеры по студии Горького, не очень, так сказать, это все оценили. Потому что, ну, 4,5 миллиона по тем временам это были огромные деньги. И как бы вся студия и все ее производственные мощности, в общем-то, понятно, должны были работать на эту картину. И тогда на заседании художественного совета там и Марк Донской был, и Лиозного, и, значит, Сергей Герасимов, и Ростоцкий Станислав. Вот. Они все, значит, картину не приняли и сказали вообще прекратить все предварительные работы, которые уже, там, подготовительные работы по фильму начались. И, в общем, все прекратить. Папа, он тогда короткую записочку написал, фильм закрыли, все, ну, пусть отныне судьбу России решают балерины, написал он. По ДД с комсомольским задором тошно. И перешел, судьи Горького перешел на Мосфильм как раз вот к Бондарчуку. Он был не против Степана Разина. Он говорит, ну, сначала давайте, значит, предложил снять картину полегче. И вот картина полегче, неожиданно, появилась Калина Красная. То есть это абсолютно незапланированная история. Нам не дано предугадать. Да, ну вот как нет, худа без добра, вот тоже вот не было бы. Ну, то есть вот, слава богу, что появилась Калина Красная. И тут, казалось бы, приступить бы к съемкам. Но опять Сергей Федорович говорит, сейчас, давай сначала вот предложил ему, значит, сняться в его фильме. Они сражались за Родину, который запускался. А потом уже приступить к съемкам собственного фильма. Папу, ну, читая просто воспоминания его, современников, душа не лежала. Он не хотел. Потому что, ну, понятно, отвлекало все от главного замысла. Он болел Степаном Разиным. Но понятно, что с начальником не поспоришь. И в итоге мы получили второй фильм, где в главной роли снялся... Который этот фильм помнит до сих пор. Да, ну, я говорю, он лучший из фильмов, ну, как-то, на мой взгляд, он один из самых лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Фильм получился потрясающим. И слава богу, что, конечно, там снялся папа, потому что, ну, фильм бы был, но я не знаю, каким бы он был. Вот. Ну и все. И там за два дня до окончания съемок уже, значит, Мосфильм подписал его там заявку на съемки о Степане Разине. И за два дня до окончания съемок они сражались за Родину. Ну, папа не стало. Нашли его вот мертвым в каюте на пароходе, где вся съемочная группа жила. Его не стало, но память о нем живет. Он есть, Шукшин с нами. И не только потому, что на Мосфильме есть памятник, потому что сняты эти фильмы, написана эта проза. Мария Васильевна, благодарю вас за эти воспоминания, за эти трогательные рассказы. Карин Георгиевич, еще раз поздравляю вас со 100-летним юбилеем. Всех вам благ, не только творческих. Это программа «Мой район».